Приветствую вас, дорогие друзья, приветствую себя на канале, как всегда, и сегодня мы поговорим о том, что на днях президент Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста. Тот самый человек, который говорил... И хочу обратить ваше внимание на это обстоятельство. Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет. И это удивительно. Удивительно не то, что Путин соврал. Это как раз случается достаточно часто. Удивительно, что Путин так открыто наплевал на свой электорат. За Путина традиционно голосуют люди старшего поколения и невысокого достатка. То есть те, для кого даже небольшие пенсии – это вопрос выживания. И вот именно этих людей Путин обманул. Обманул цинично и подло. Путин принял решение о повышении пенсионного возраста через два месяца после выборов. Вы помните, что в своей предвыборной программе он это обещал? Нет. Потому что этого не было. Владимир Владимирович, зачем вы идете на выборы? Все должно быть нацелено на то, чтобы повысить доходы граждан, повысить доходы наших людей. Зачем Путину так нагло обманывать свой электорат? Для этого должна быть веская причина. И теперь мы эту причину знаем точно. Правительство подготовило концепцию бюджета страны на ближайшие шесть лет. А деньги? Деньги всегда лучше, чем слова, покажут приоритеты власти. Путин, правда, уже заявил, что повышение пенсионного возраста не принесет денег в бюджет. А наоборот, потребует дополнительных расходов. При планировании пенсионной реформы правительство исходило из того, что будет положительный финансовый результат в течение нескольких лет от этих мероприятий. Но после принятия президентских поправок стало ясно, что не будет никакого дохода от этих мероприятий по изменению пенсионной системы. А наоборот, правительство должно будет отфинансировать предложенные президентом поправки. То есть миллионам людей государство будет платить пенсию на пять лет меньше. Но это государство не принесет денег, а даже их сократит. Вот интересно, сам Путин в этот бред верит? Вернемся к бюджету. Первое, что бросается в глаза, правительство планирует профицит бюджета до 2021 года. За ближайшие три года доходы правительства превысят расходы на более чем 4 триллиона рублей. Вроде бы это хорошо. Всегда приятно, когда денег приходит больше, чем уходит. Но тогда возникает вопрос. А зачем отбирать деньги у пенсионеров, если с бюджетом, как мы видим, проблем нет? Значит, надо копаться в расходах. На что Путину потребовались деньги? Настолько понадобились, что можно и пенсионеров задвинуть. Согласно бюджету, правительство намерено резко увеличить расходы на материальную мотивацию чиновников. Резко это на десятки и сотни миллиардов рублей в год. Что такое материальная мотивация? Это просто премии, если говорить по-русски. Видимо, вот без премий, просто за зарплату чиновники работать уже не готовы. Мотивации нет. Может быть, им платят мало? Да нет. Средняя зарплата чиновников федеральных ведомств составляет 118 тысяч рублей. А в аппарате правительства так и вообще 227 тысяч. И это среднее. А значит, включая низкооплачиваемый персонал. Почему же Путин отбирает деньги у пенсионеров и отдает их и так, в общем-то, небедным чиновникам? Очевидно. Путин прекрасно понимает, от кого зависит его власть. Тем он деньги и дает. От кого же еще зависит Путин? Кому еще он платит из бюджета за лояльность? Налоговые изменения и ресурсные возможности позволили нам включить дополнительные средства на финансирование национальных проектов. А что такое национальные проекты, на которые уйдут ресурсные возможности? Кстати, ресурсные возможности – это и есть деньги пенсионеров. Цели у нацпроектов декларируются красивые. Здравоохранение, цифровая экономика, дороги. Но это декларации. В чем суть? Суть в освоении денег правильными людьми, друзьями и соратниками Путина. Ну, например, на развитие цифровой экономики правительство потратит 415 миллиардов рублей. На что будут тратиться эти деньги? Правительство будет инвестировать в высокотехнологичные компании до 3,5 миллиардов долларов ежегодно. То есть, одной рукой они повышают НДС, отрезают отрасль от современных технологий, ставят интернет под контроль спецслужб, а другой щедро дают 3,5 миллиарда в год на стартапы. И говорят, что ждут цифровизации. Не сработает. Открою секрет. Чтобы заработала цифровая экономика, не надо тратить миллиарды государственных денег. Достаточно просто не мешать этой самой экономике. Не душить ее регулированием, налогами, уголовными делами и так далее. Что, думаете, власть этого не понимает? Да понимает прекрасно. Просто цель не вот эта вот самая цифровизация, а правильно распределить миллиарды. И по всем национальным проектам ситуация такая же. Там, где деньги потратят на строительство, будет Тимченко. Там, где на дороге и мосты, Ротенберг. Чтобы понять, ради кого Путин из срока в срок пашет как раб на галерах, достаточно посмотреть на эту картинку. Это вот сравнение роста пенсии с состоянием друзей Путина. Тимченко, Ротенберга и так далее. Как вы видите, у друзей Путина дела идут явно лучше. Но в последнее время рост их состояния приостановился. Санкции, стагнации, экономики. И вот друзьям Путина перестало хватать денег. Напрямую уменьшить пенсии Путин не решился. А вот косвенно, через увеличение пенсионного возраста, пожалуйста. Все, как говорится, исключительно для друзей. Только вот друзья ему, не граждане России. А 100-200 человек ближайшего окружения. Именно в их интересах управляется Россия. И ладно бы эти люди зарабатывали много и для себя, и для страны. Нет. Зарабатывать они не умеют. Только перераспределять чужое. А значит, мы еще не раз увидим, как население будет становиться беднее, а путинское окружение богаче. Если вы тоже считаете, что такое положение вещей является несправедливым, то ставьте лайки, распространяйте это видео, подписывайтесь на мой канал. А я и дальше буду стараться разъяснять самые сложные и актуальные проблемы. Счастливо. 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 Продолжение следует...